Всем привет дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон и мы продолжаем проходить Dead Space. На этот раз, после того как мы прошли этот небольшой кораблик со страшными монстриками, узнали что они хотели, они проводили здесь какие-то исследования интересные и в итоге после того как все законсервировали, они, последнее их сообщение было спрятать розетту, некоторую розетту, я не знаю что это возможно человек, а может и нет, но мы это выяснили и теперь возвращаемся на наш челнок, дабы отправиться дальше. Куда нам отправиться нужно по миссии? Насколько я помню нужно отправиться на здоровенный корабль, который называется, сейчас мы узнаем, он называется, да, CMS Terra Nova и мы отправляемся прямо туда, прямо сейчас. Как всегда видеоролик нам показывают, как будто мы летим, летим в небеса, далеко-далеко. Но на самом деле, конечно, мы-то знаем, мы-то знаем, что это видео. Навигатор активен, тип Звездный Мул, прозвище Корабль Любви, мы на Корабле Любви летаем, забавно. Ну вот, кажется, мы подошли к станции и заходим в нее. О, большой док, слушайте. Прямо внутрь корабля, насколько я понимаю, заходим сейчас. Не то, что на предыдущем, снаружи присели. Все, выходим. Интересная тут система, конечно, перемещения на маленьком кораблике. Ну да, такая правдивенькая. Я вверх, в Терраново. В каком направлении шутка? Сантос, ты нашел рекордами, что они сказали? Только, что шутка была декомиссионирована, они будут отправлять его. Хорошо, так, в основном, никто не знает. Да, должно быть более деталей, рекордами в где-то. Я взглянусь вокруг этого корабля. Снова вдыхаем запах кислорода и пыли. И отправляемся исследовать этот корабль, огромный Терраново. И искать челнок, которым можно улететь. Как всегда у нас тут гардеробчик. Глава 5. Ожидаемые задержки. Итак, гардеробчики. Посмотрим. Улучшим наш костюмчик. Откроем. Итак, что у нас есть? Да, мы можем улучшить еще больше здоровья ему добавить. Именно это я и выбираю. Конечно, улучшим соматического геля. Так, на следующий нам нужен вольфрам. Это лом соматический. Ну, в принципе, не так уж и много, я вам скажу. Не так уж и много. Воздух я улучшать не буду. А вот броня, броня, это круто. Броню нам всегда, всегда будет недостаточно. Кстати, заметьте, мы его улучшаем, и у нас предметики появляются на корабле. Это круто. Ой, на корабле, на костюме. Конечно, на костюме. Мы можем увеличить длительность тазиса. Интересно. Преобразователей. Ну, это много нужно преобразователей, конечно, для этого. Вот, давайте мы улучшим радиус. Очень дешево стоит улучшить радиус, поэтому я это сделаю. Вольфрамчик пока дорогой. Ну и все, хватит. О, немножечко нашивочек у нас появилось. Что это не ломается? Вот, все. Все, идемте, идемте дальше, встречаться с нашими некроморфиками любимыми, довольными, которые нас там поджидают. Ну что мы не отправились-то? Давай. А, тут нужно этаж выбрать, да? Три, два. О, выбрали второй этаж, на третий нам нельзя. Нафига выбор ставить было? Непонятно. Ну, наверное, потом станет доступным. Надеюсь, это будет логично. Интересно, что у него за фигня перед ним? Наверное, это та штука, которая делает голограммы перед костюмчиком. Видимо, это она. Тут так бы она была очень неудобная. Если бы это, если это, ну как, кусок костюма, так грубо говоря, был бы ненужный. Лучше бы его тогда назад было куда-нибудь поставить. Хм. Кто это сказал? Корабль, что ли, как бы сам? Может быть. Так, у нас есть аудиосообщение. Послушаем. Шип-рекордер на. Все руки готовы для декелирования. Окей, Эдвардс, на вашем уровне. Роджер, Вэл. Ты мне задрежешься как командиром, когда мы были на брыжке. Ты получаешь, дарлин. Ретро-трестерки. Ууу. Ези, нау. Лав-бот приехал. Я хочу благодарить вам, что вы планируете на Терра-Нову. Угу. Вывели. О, мы нашли артефакт КССК. Прямо под стульчиком. Один артефакт. Давайте посмотрим, что это за артефакт. Кофицерский журнал. КМД Вэллери Диец. Сегодня мы задействовали корабль ЦМС Крузье, чтобы воспользоваться просветом в завесе облаков. Во время первого облета экипаж зафиксировал необычное горное образование в самом центре изрезанного кратера. Лейтенанту Меткальфу удалось сделать несколько снимков группы покрытых снегом обелисков у самой вершины. Они расположены хаотично, что характерно для рельефа планеты с суровыми климатическими условиями. Однако объекты имеют практически идентичные формы и размеры. Словно два переплетенных усика. Во время полета у капитана лейтенанта Базби начались головные боли и ухудшилось зрение. Поэтому его пришлось отстранить от полетов для проведения медицинского обследования. О как. Ну да, обелиски. Обелиски дают о себе знать, так сказать. И начать взлом. Ну, начать взлом. Конечно, начнем взлом. Медленно вращайте мышь, пока не появится голубая точка и нажмите левую кнопку. А, понятно. А, вот она. Нет, нет, не то. Не то, не то, не то, не то. Так, ладно, понятно. Я вращаю. Вот она. А, нужно искать нужный сектор, как бы. И дальше нажимать левую кнопочку, дабы взломать. Ууу. Еще нашли одно текстовое сообщение. Давайте почитаем. Начало сообщения. CMS Теранова. Кэптэйл ТСМ Кэтл. Адм. Адм. Администратор Шельг Грейв запросила, или Адмирал Грейв запросила перевозку образцов с планеты. CMS Кразье и CMS Франклин уже в пути. Как у черта происходит? Мы всего лишь корабль снабжения, а не зоопарк. Капитан Валерий Диец. Перевозку подтверждаю. Прости, Сэм, но у меня связаны руки. Давай просто убедимся, что груз надежно спрятан на складе. Дважды проведи его через все карантинные процедуры. То есть, в общем-то, груз был не из простых, раз дважды проведи его через карантинные процедуры. Дальше исследуем наш кораблик. Уже пора бы появиться некроморфом. Потому что давно мы их не видали. Всякие взломы-взломы. А некроморфиков давно не было. Ну давай, ломайся уже, кейс. Что это такое? О, ну-ка, что это у нас здесь? Какие-то пакеты интересные. Обойма. О, страшно. Что за игра? Сыграем, может? Давай сыграем. Не, не хочет она играть. Ладно. Раз нас пугают такими фиговинами, значит впереди будет еще большее пугание. По-любому. Они всегда так делают. Всегда вы так делаете. Я вам не доверяю. Сейчас кто-нибудь выскочит. А, ну вон. Кто-то уже там лазает. Или какие-то новые монстры появятся. Да по-любому. Как мы давно тебя не видели-то, а? Да сдохни ты уже. Кто там у нас? Почему я никого не вижу? Воу, 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 воу. Чувак, ну ты сам себя взорвал сейчас. Залезай. Че ты? Ай-ё, я молодец. Вы видели? Да, я думал, что можно кинуть с помощью левой кнопки, но кинуть, в общем-то, не получилось. Гидравлическое оружие у меня нету места. Я использовал аптечку и все-таки его взял. Ага, отлично. Так, где там тут урод? А что, мы его в итоге все-таки взорвали? Так, понасобирали всего, понасобирали. Отлично. У-у-у-у, какой ты страшный, внезапный парень. Так, этого с тазисом сейчас. Давай, ноги тебе отстрелим, башку, руки. Все, все, поотстреливали тебе. Отлично. О, средняя аптечка. Средняя аптечка, это неплохо. Не то, что даже неплохо. Это хорошо. Так-с-так-с. Что, сюда залезть, наверное. О, давайте отстрелим. И заберем гель соматический. С помощью кинезиса. Такое хитроумное, хитроумное движение наше. По добыванию соматического геля. Было произведено. Ух ты. Ха, это что такое? Нажмите 3, чтобы экипироваться ботом-поисковиком. Нажали. Держите кнопку и двигайтесь по радару. О, прикольно. Маленький бот. Знаете, Валя мне напомнил. Ха-ха. Красные канистры, как всегда. Куда же без них. Ага, нашли. Ну, в общем, кто-то явно отсюда уже вылез. Босс. Босс. Бот ищет ресурсы и сгружает их на станок. Интересно. А, как бы... Что, я его тут оставил, что ли? Слушайте, какой милый, а. Как он мне нравится. Он за нами бегать будет? Что-то он... Что он делает? Что он делает? Что-то катается тут, я не знаю. Зачем? А, не, он за нами ходит. Слушайте, прикольно. А что будет, когда лестница? Не поднимется он за нами? Да-да-да-да-да-да-да. Ты очень страшная хрень. С тремя позвоночниками. Ну и, конечно, как я мог не ожидать, такую же с моей спины. Да, и сейчас еще одна спереди, да? Угадал? Где? Вон она. О! Кстати, да, этих собачек... Ты мразь, жива, и еще? Ну, сдохни уже. Этих собачек хорошо убивать. Кто-то там сверху еще. Где наш бот-то, я не понимаю. Вроде бегал тут. Эй, вали. Вали. Или он к нам заскочил, что ли? Я не понимаю. Не знаю, короче, ничего. Где наш бот? Куда он подевался? Он такой милый. Неужели его убили? Не, не может такого быть. Если его раньше-то не убили, то что сейчас убивать? Это действительно было бы глупо. Поэтому двигаемся дальше. Давайте зайдем в наш инвентарчик. Выберем... Выбросить эту ерунду. И возьмем нашу классную двойную аптечку. Интересно, как тут выглядит большая аптечка. Три пузырька, что ли? О-о-о-о, да. Это было гениально, таскать себе на пузи бомбу. Забавно, что они еще орут перед этим. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Блин, слушайте. Я не ожидал, что он с другой стороны подойдет. Было нечестно. Она меня не предупредила. Еще орет, как какая-то ведьма, я не знаю, из какого-нибудь Left 4 Dead'а. Хотя нет, та орет пожестче, конечно, да. О, опять как крабы. Мы же их видели уже. А ну да, мы могли, конечно, не пойти на ту миссию. Стой, 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 стой. Куда ты побежал? Ах, вы гады, а... Отстаньте от меня, отстаньте, отстаньте. Они на меня напрыгивают еще вдобавок. Где эти гады? Как это крабища? Гадкие. Терпеть вас не могу. Так, что у нас здесь? Текстовое сообщение. Давайте прочтем текстовое сообщение. Начало сообщения. ЦМС Тиранова. Мальчат Сиковский. Сэм, ты должна это видеть. Снимок от Тима Койфмана. С поверхности планеты. Это то, о чем я подумал? Капитан-лейтенант Сэм Кэттл. Ты совсем умом тронулся? Да, капитан? Тебе голову открутит, если узнает, что ты разглажаешь конфиденциальную информацию вроде этой. Младший лейтенант Чарльз Сиковский. Как, по-твоему, из-за этого нас всех сюда притащили? Капитан-лейтенант Сэм Кэттл. Сековский несу и в это дело свой нос. Меньше знаешь, крепче спишь. Поверь на слово. Конец сообщения. Ну, как всегда, в общем. Как всегда. Потом некроморфы появляются и всех съедают. Такой, нет, Сековский, прости меня. Я недооценивал тебя. Так, сколько мы нашли всего интересного. Модификация оружия. Давайте посмотрим, чем мы можем улучшить. Модификация верхнего блока. Посмотрим. Перезарядка, урон. Да, урон неплохо бы добавить. Так. Плюс один урон, одна обойма. И еще можно добавить обойму. Ну, нет, не надо. Давайте я тогда выберу пистолет-пулемет и добавлю ему плюс одну обойму. Все, отлично. А можно открыть дополнительный слот, заплатив Вольфрамом. Ха-ха. Вольфрам-то дорогой, конечно. Кто же нам, кто же нам его просто так отдаст? Никто. Так, зайдем в новое, посмотрим. У нас есть две станины. Можно создать новую. Конечно, мы ее не создадим никогда. Никогда. Нет, создадим, конечно. Но не сейчас. Верхний блок стрелкового оружия у нас уже и так есть. Вообще, да, можно снять и разобрать. Есть тут и такой вариант, конечно. Станина стандартная, компактная станина. Тяжелую мы сюда поставить не можем. Мы уже смотрели. Вариатор нижнего блока. Создать новый вариатор. Стандартный вариатор. Создает широкий луч плазменного резака. Дистанция средняя. Ну, вроде у нас так стоит. Все стандартное. Да, все стандартное. Насадка 2 не выбрана. Нет насадки. Модифицировать цепи. Мы уже модифицировали. И, в общем, да. Ничего мы сделать нового более не можем. Такс. Мы отправляемся дальше, конечно. Дальше. Дальше. Дальше по кораблю. Ну, вылезай. Ах, вы гады. Давай, давай. Скидывай их, скидывай, Хазик. Скидывай, скидывай, скидывай. Знаете, как будто на него паук залез. Сейчас он тоже такой. О, дергается, дергается. Так, перезарядимся. Вот, видите, 3 патрончика у нас теперь. На 3 патрончика больше из-за обоих. Ё-моё, это что за бурдюк? Это чего за бурдюк-то у нас, а? Вот бурдюки-то, а? Так, нам нечем перезаряжать, что ли? Ах, ты гад, а? Ах, ты гад, ах, ты гад, гад. Сдохни. Да скидывай, скидывай, скидывай. Жуков, долбаные жучары. Уже мне дали. Ещё один бурдюк. Давай, 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 сдохни. Сбросить, 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 сбросить. Фух, ё-моё. Что-то у меня патроны кончились, ребят. У вас патронов нету, а то у меня что-то кончились. Эй, тут же была куча трупов, куда они все делись. О-о-о, ну что такое? Так, надо было стазисом их замедлять, хотя... Какая разница? О, обоймочка у нас есть теперь. Наконец-то. Наконец-то у нас есть обоймочки. Надо бы побольше, а то этих что-то мало. Бурдюк, дай что-нибудь. О, спасибо. Да ё-моё. Такое чувство, что они вообще никогда не кончаются. Ещё обоим. Ещё кто-то, да? О, боже мой. Фух. Нет, это ещё не конец. Да вы что, издеваетесь? Ха-ха. Давай, заряжайся, заряжайся. Отвалите. Отвалите, уроды. Отвалите, уроды. Да сдохните, сдохните. Ух, ё-моё. Дайте мне чего-нибудь, я совсем пуст. Всё на вас израсходовал. Уродов. Не, ну, шутан, конечно. Шутан, шутан, шутанович. Я вам скажу. Да, но патрончиков, конечно, иногда не хватает. Капитально не хватает. О, ящик. Ну-ка, ящик. Нет, здесь только цепь модернизации, плюс перезарядка. У, и плюс перезарядка, и плюс урон. Это неплохо. Это нам поможет. Дай чего-нибудь. Дай чего-нибудь. Ничего у тебя нету. Даже мой сапог из тебя ничего не выжил. Это вообще в хлам раздавило. Ладно. Транспортная служба. Подай... Подать мне карету. Мда. Как мы видим, неисправность у нас здесь. Мда. Теперь нам ещё идти на какую-то сраную транспортную службу. Ну что это такое? Всё время одно и то же. А, понятно. Доступ к ремонтной. Просто дальше проходим, и у нас доступ уже к ремонтной. Хорошо, хоть не через полкорабля нам бежать сюда. Но сейчас, безусловно, нас понавыпрыгивают, как всегда. Уже надоело. Отбиваться-то нечем уже толком. Так, кто у нас здесь? Ё-моё, что это за дерьмо? О, сдохни, сдохни. А, жуки опять эти, добанные жуки. Как они меня достали, слушайте. Меня достали эти жуки. И это ещё уроды на меня лезут. Давай, 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 давай. Ноги, 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 ноги. Береги ноги. Да, давай, 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 давай. Давай, 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 отстреливай. О, еще одна бомбочка. Хорошо. Хух. Так, немножко мы подстрелялись. Блин, эта хрень все еще там орет. Что это за дерьмо? Стрелить тебе все твои конечности мерзкие. Ох. Сдохла? Вот дрянь-то, а, е-мое. И вот, что из нее выпало? Коробка запчастей, ты погляди. Содержит ресурсы и редкие запчасти. Давайте-ка посмотрим, где она у меня в инвентаре. Коробочка запчастей. Набор распространенных и не очень ценных запчастей. Вернитесь к станку, чтобы посмотреть содержимое. Ну ладно, хорошо. Потом вернемся. Сейчас надо двигаться дальше, е-мое. Вот это хренатень у нас тут прям вылезла. Не пройти к починке. Ужас. Ужас. Что-то он как космонавт, конечно, выглядит. Хотя, стоп. А кто он такой и есть? Конечно, он космонавт. Вау. Красота. Красота какая у нас тут открылась. Вон челнок стоит. Аудиосообщение, давайте послушаем. КОНЕЦ. 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 Стоп. КОНЕЦ. 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 Это мы из ящичка достали, что ли? Отгрузка завершена, бот готов к отправке Ой, да ладно Это что, это бот? Вот он ходит и сам все для меня собирает где-то? Круто Теперь еще из ящичка мы насобирали Вообще неплохо, слушайте Просто супер Так, ну, да Создать новую станину Мы создавать, конечно, ее сейчас не будем Что мы можем создать-то, кроме станин? Ничего, наверное Так, посмотрим Рецепты Базовый лазерный пистолет мы можем сделать Из того, что у нас есть Вольфрамчик, полупроводник, металлолом Стандартный лазерный пистолет Применяется для отрезания крупных кусков горной породы Ущерб у него вот такой Перезарядка Так, а какой ущерб у нашего? Что-то я не глянул Ой, маленький совсем какой Так, посмотрим, а что у нас здесь? Да, тоже маленький Давайте лазерный смастерим Я ничего не мастерил до этого Давайте смастерим базовый лазерный пистолет Собрать это оружие? Да, собрали Так, а куда мы его назначим? Хранение оружия в сейфе Зачем? А, нам придется что-то заменить Ну давайте заменим Самый первый Хорошо, заменим Выбрали Ага Что-то он там Что-то он там намастерил Что-то там сделал Все, собрал Базовый лазерный пистолет Собрал Что за потрошитель? Ну-ка Кислота Потрошитель Ох, е-мое Труборез для совместного введения боя Поверхностный дифрактор Для поражения кислотой При каждом разрыве Забавно Так, способен излучать модифицированный электроразряд В радиусе поля блокировки врага Ну да Тут надо просто невероятное количество ресурсов иметь Чтобы это все делать Так, посмотрим модифика Создайте предметы Делитесь Продавайте Обойма Малая аптечка Это все можно создать? За гель Ааа, понятно Вот, понятно Можно что-то еще и накрафтить в итоге Так, посмотрим Модификацию верхнего блока Мы увеличим ему урон Плюс перезарядку Превосходно И Так, больше у нас модификаторов нету А может быть Нижний блок ему сейчас запилить какой-нибудь У нас вроде ничего нет, да? Те нет, стоп У нас есть гидравлическое оружие Ручной инструмент Увеличивающий физическое усилие пользователя Ааа У него нет перезарядки, в общем И тут Как-то странно Модуль противника А это что? Позволяет поворачивать верхний блок на 90 градусов Нет, это мне не нужно Давайте поставим гидравлическое оружие Не знаю, что это такое Посмотрим 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 Так, ну все Все готово Выходим Отправляемся Дальше К нашим Подвигам Путешествиям Ооо Какой пушкан мы собрали Неплохой Да, неплохой Неплохой Правда, зарядов маловато, конечно Зарядов у нас, конечно, маловато Ну ладно Справимся и с этим Такс, надо убрать как-то Здесь Груз оставленный Но это, дорогие друзья Мы сделаем в следующей пятой части Моего прохождения По игре Дуэт Спейс Посмотрите, какой клевый чувак у нас Надеюсь, вам понравилось С вами был Гидван Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Вступайте в группу ВКонтакте И советуйте друзьям Всем спасибо И до следующей миссии Субтитры сделал DimaTorzok